Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам один из самых любимых автомобилей. Это Honda Civic 7-го поколения. Данный автомобиль 2004 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 256 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону AutoTrade за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого прекрасного седана. Сейчас, кстати, пришлось прикурить автомобиль, и поэтому я не глушу двигатель. Пусть поработает чуть-чуть. Хорошая комплектация. Легкие двери. Они открываются на широкий угол, облегчая посадку и высадку. Шикарный интерьер для того времени. Двухцветный тканевый салон сохранился в хорошем состоянии, без потертостей. Как видите, в очень-очень достойном состоянии. В этом автомобиле установлены четыре подушки безопасности. Шикарный звук при закрытии дверей. Руль перетягивали, как видите. Абсолютно новый. Четырехспецовый руль. Имеются приливы, места хвата. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля. Никаких нареканий нет. Все работает прекрасно. Будок. Очень громкий. Рулевая колонка имеет механические регулировки. И регулируется по высоте. Огромные углы хода. Подлокотник не родной, и поэтому гуляет как чужой. Видите. В этой комплектации, видимо, не было подлокотника. Сейчас я предлагаю включить фары. Противоавтомобный фонарь. Дальность свет с фар. Как обычно, аварийная сигнализация. Со стороны водителя полностью автоматическое стекло. Хромированные ручки. Блокировка стекол. И здесь у нас центральный замок. Активация и деактивация. Теперь я предлагаю открыть капот. И детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот. Здесь установлен электролюк. Его можно открыть на проветривание. И полностью открыть два положения. Шикарные фонари. Хромированная накладка на крышке багажника. Подсветка номерных знаков. Многоспицевые диски. Из легкого сплава 15 дюймов. Размер шин 195 на 65. Шина Кама Евро. Шикарные диски. Молдинги в цвет кузова. Механически вы можете сложить зеркала. У этого автомобиля прекрасный коэффициент аэродинамического сопротивления. Хорошая коррозийная стойкость. Указатели поворота встроены в передние крылья. Мне безумно нравится приспортивленность этого автомобиля. Здесь установлены галогеновые фары. Они прекрасно освещают дорогу. Омыватели фар. Хромированная накладка на кромке капота. И хромированная эмблема Honda. В сентябре 2000 года было выпущено седьмое поколение Honda Civic. Модель 2001 года. Автомобиль сохранил аналогичные размеры кузова по сравнению с своим предшественникам. Но внутреннее пространство значительно увеличилось. Одной из самых интересных особенностей салона стала ровная поверхность задней части пола. Обеспечивающая комфорт для пассажиров задних сидений. Благодаря этой особенности Civic стал конкурировать с автомобилями сегментом выше, но при более низкой стоимости. И только поэтому этот автомобиль ждал успех. Вместе с обновленным дизайном автомобиль получил совершенно новую подвеску типа McPherson и легкий двигатель объем 1.7 мощностью 117 лошадиных сил. А в 2002 году появилась версия Civic Si, оснащенная двигателем в 160 лошадиных сил и раллийной переступенчатой механикой. Кстати, уже спустя год на рынке появилась первая гибридная версия модели Civic, оснащенная бензиновым двигателем 1.3, 4 цилиндра, мощность 65 лошадиных сил и также 13-сильный электрический двигатель. Данный гибрид расходовал 5 литров на 100 километров пути. К тому времени на рынке уже плотно укрепился Prius от Toyota. Силовые агрегаты, которые устанавливались на этот автомобиль, самые доступные это 1.490 лошадиных сил, как на ручной коробке, так и на автомате. Затем 1.5 105 лошадиных сил, кстати, 1.5 105 был еще и полный привод. Затем 1.6 110, как в нашем случае, 1.7 115, 1.7 125 и 1.7 130 также был полный привод. С двигателем 1.7 130 лошадиных сил еще шел и вариатор. И гибрид объем 1.3, вариатор 86 лошадиных сил. В 2004 году произошел легкий рестайлинг седьмого покрения, изменился бампер, были модифицированы передние и задние фары и решетка радиатора, оптимизированная линия крыши. Автомобиль получил систему запуска без включений на всех рынках. Компания также предлагала пакет Special Edition, который включал в себя спойлеры для седанов, так как на хэтчпеке они были уже в базовой комплектации, соответственно различные накладки, MP3 магнитолу и кожаную отделку салона. В США Honda Civic седьмого поколения поставлялся в кузове седан и купе. В этом же году представленное седьмое поколение автомобилей Civic получило достойный титул «Японский автомобиль» 2001 года. Июнь 2006 года стал завершающим для этого поколения. Повышение уровня безопасности Honda Civic по сравнению с предыдущими генерациями произошло главным образом непосредственно за счет более широкого использования подушек безопасности. Их четыре – две фронтальные и две боковые. Пассивная безопасность автомобиля на высоте. По результатам краш-тестов Euro NCAP в 2001 году он получил четыре звезды из пяти. Седьмое поколение Honda Civic стало самым популярным за всю предыдущую историю модели. А популярность его в России во многом обусловлена успехом предыдущих генераций. Этот автомобиль, безусловно, полюбили за комфортабельность, за собранную подвеску, за надежность, за мощность и за экономичность. Все владельцы Honda знают, что нельзя лить масло 5W40. Производитель рекомендует 0W20, 0W30. Это неспроста. Двигатель в этом автомобиле очень надежный – D16W7. Итак, что касается технической составляющей. Сдействованный бензиновый атмосферный двигатель FTEK, FTEK, именно FTEK. Рядная четверка, 16-клапанные системы питания двигателя, распределенная в пресс-топлива в соответствии к экологическим требованиям Евро-3. Расположение двигателя переднее и поперечное. FTEK расшифровывается как Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Это электронная система изменения времени и хода клапанов. Реализация FTEK разнообразна, и поэтому это не одна технология, а целое семейство системы, управляемого газораспределением фирмы Honda. Рабочий объем двигателя 1,6, мощность 110 л.с., крутящий момент 150 нм. Максимальная скорость данного седана составляет 190 км в час. Динамика разгона от 0 до 100 км в час за 11,7. Расход топлива в городском цикле – 9,3 на 100 км в пути. В загородном цикле – 5,5. Объем топливного бага составляет 50 литров. Привод передний. Тип передней подвески – независимая, пружинная, MacPherson, со стабилизатором перечной устойчивости. Тип задней подвески – независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором перечной устойчивости. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза дисковые. Клиренс у этого автомобиля небольшой – 150 мм. Снаряжная масса данного автомобиля составляет 1150 кг. Полная масса – 1580 кг. Объем багажного отделения составляет 450 литров. Длина данного автомобиля составляет 4455 мм. Ширина – 1715 мм. Высота – 1440 мм. И колесная база – 2620 мм. Сборка данного автомобиля производилась в Японии. Основные конкуренты на то время – это Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera и Mazda 3. Итак, друзья, теперь, что я заметил по силовому агрегату, а точнее по навесному оборудованию. Это гул подвыванием при работе, скорее всего, это помпа. В целом двигатель работает очень ровно. И когда прогазовываешь в отсечку, очень хорошо пахнет топливом. Вообще, самые живучие элементы в этом автомобиле – это двигатель и коробка. Но коробка, как ни странно, к сожалению, пиналась. Я считаю, что смена масла не поможет в этом случае. Нужно делать тщательную диагностику. В общем и целом, автомобиль из 10 баллов в состоянии у него где-то на 7,5. Да, друзья, кстати, когда он появился на продаже, я хотел приобрести сам этот автомобиль. Но, как вы знаете, японцы долго не продаются. За полторы недели он нашел своего владельца. Я так и не успел. Хорошая Honda, очень красивая. Кто присматривает себе, очень рекомендую. Бампер весь в мелких сколах, как видите. Бампер весь в лес. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого японского седана, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Все просто пропитано надежностью, каждый элемент. Такие миниатюрные ручки. Динамики аудиосистемы, вещевой бокс, полный электропакет, тканевые вставки, мягкий подлокотник, имитация под кожу. В этом автомобиле установлен шикарный уплотнитель, хорошая шумоизоляция для своего класса. Предупреждение... Рекомендации по давлению в шинах. Практически здесь нет ни одного намека на коррозию в этом автомобиле, что не может не радовать. Здесь механические регулировки у кресел, и при том диапазон регулировок широкий. Регулировка у нас по высоте. Как видите, регулировка для спинки и продольные регулировки. Кресла широкие, очень удобные. Небольшая развитая боковая поддержка, регулируемые подголовники. И при том вот по материалу здесь ткань комбинированная и велюрчень, износоустойчивый материал. Регулирование угла наклона фар при полной или частичной загрузке автомобиля. Здесь у нас вещевой бокс. Для электролюка управления электрорегулируемые зеркала с подогревом. Замечательно, все работает. Но, к сожалению, нет электропривода для складывания. Педальный узел. Предохранителя. ДНОВ. сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя звучит музыка звучит музыка звучит музыка звучит музыка звучит музыка здесь атмосферный 1.6 в ТЭК изменяемые фазы газораспределения звучит музыка очень оборотистый движок звучит музыка средний расход топлива порядка 10 литров на 100 километров хромированные колодцы приборов очень бодро звучит пробег 109049 километров звучит музыка на холостом ходу его практически не слышно никакие вибрации в салон автомобиля не проникают все приборы легко считывать тахометр здесь установлен обычный гидротрансформатор четырехступенчатый сверхживучий автомат все без пинков, без рывков происходит шикарно регулирование яркости подсветки приборов как видите по качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все просто на отличном уровне применяется мягкий пластик а также твердый пластик но в целом все просто идеально по подгонке деталей владелец установил радиосистему Alpine но кстати еще с завода шли встроенные то есть штатная мультимедийная система здесь у нас управление стеклоочистителями имеется трещина на лобовом стекле и управление светом и поворотниками здесь уже подтерлось все немного в этом автомобиле установлен однозонный автоматический климат-контроль автоматический режим есть регулировка потока воздуха температура регулировка для температуры при том по тактильным ощущениям все кнопки все рычажки очень приятные на ощупь различные зоны ноги лицо и так далее активация для кондиционера рециркуляция и задний обогрев стекла все прекрасно работает вещевая полка здесь у нас пепельница прикуриватель также вещевой бокс два подстаканника автоматическая коробка передач реверс нейтраль драйв режим меняйте масло и будет вам счастье с этой коробкой каждые 60-70 тысяч километров пробега такой подлокотник неродной ручник очень легкий подогрев сидений одна ступенька как для водителя так и для пассажира при том сидушки очень быстро нагреваются так и для пассажира полной на месте подкакает так и для пассажира тут тут там тут Продолжение следует... Продолжение следует... Солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала. Они у нас без подсветки. Поручки не утоплены в крышу. Предупреждение. Держатель для карт. Также имеется макияжные зеркала. Замечательно. Что очень понравилось в этом автомобиле? Это управляемость. Она намного интереснее рулится, чем, допустим, даже одноклассник. Та же самая Corolla, Nissan Sunny, Mitsubishi из конкурентов. Подвеска кому-то покажется жестковатой. По силовому агрегату и по трансмиссии нареканий нет. Вообще, с надежностью у этого автомобиля полный порядок. Это японский АК-47, который никогда не подведет. По силовому агрегату, вот сейчас как он работает, практически никакие вибрации в салон не передаются. Даже на сиденье. Просто непонятно, запустили двигатель или его заглушили. Шикарная работа двигателя. Салон настолько приятный и уютный, что здесь охота сидеть, сидеть и наслаждаться этим простым интерьером. В этом автомобиле каждой детали уделено повышенное внимание. Те, кто волнуется за клиренс, здесь он составляет 155 мм. В принципе, довольно неплохо. Но порою нужно быть аккуратным, чтобы не зацепить что-то. Салон у этого автомобиля просто потрясающий. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает электролюк в этом автомобиле. Открыть на проветривание и полностью открыть. Открываем на проветривание. Таким образом. Открываем полностью. Шикарно. Все работает, он не течет. Классно все-таки, когда в автомобиле есть электролюк. Это еще один большой жирный плюс. В копилку радости этого автомобиля. Сейчас, кто рассматривает к покупке именно японский автомобиль, очень рекомендую присмотреться. Конечно, стоимость можно найти. Убитый экземпляр за 200 тысяч, за 220, за 240. Но тщательно нужно проводить диагностику. Хорошие экземпляры стоят и по 300, 330, 350 в жирных комплектациях. Он очень ликвидный, неохотно обесценивается. И настоящие ценители всегда есть и будут. Если кто-то боится ремонтов, то не стоит. Определенно не стоит. Да, некоторые, конечно, оригинальные запчасти дорогие, ценник кусается. Но, в принципе, есть много аналогов. И этот автомобиль, как ни крути, не часто ломается. По мелочи он вообще своим владельцам не докучает. Сейчас я уже сижу около часа в этих креслах. Какой же удобный профиль. Подушка длинная, спинка с развитой боковой поддержкой. Сейчас я просто наповал сражен простотой и продуманностью данного автомобиля. Кстати, на тот момент сейчас многие, наверное, скажут, что настоящий Civic это пятый и шестой Civic. Седьмой Civic это уже не то. Но этот автомобиль действительно делал инженер и механик. Они не экономили абсолютно ни на чем. С уверенностью могу сказать, что этот автомобиль проездит еще тысячу лет без проблем. А вот здесь уже якобы под хром у нас вставки, как видите. Ногтями все отодрали, поцарапали. Лично мне автомобиль безумно понравился. Всем рекомендую. Пищевые карманы с обеих сторон. Что удивительно, идеально ровный пол. Это огромный жирный плюс. Небольшая пепельница. Наполнитель в меру мягкий, в меру жесткий. Золотая середина. Обзорность назад. Просто шикарная, как видите. Естественно, смеется подсветка салона. Имеется вешалка. Очень простой и одновременно интересный салон Honda Civic. Нет ничего лишнего. Такая шторка для электролюка. Он все-таки съедает немного пространства здесь. Смотрите, вот такой еще. Даже есть выступ. Много места в ногах у меня остается. В принципе, достаточно. Я сел сам за собой. И над головой еще есть небольшой запас. Шикарный, очень вместительный второй ряд сидений. Очень много места. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительное багажное отделение этого автомобиля. По рамкам сегмента огромный багажник. Имеется подсветка. По аудиосистеме здесь стоило 6 динамиков. Здесь у нас запаска традиционно в виде докатки. Домкратные инструменты, шумка, знаковаренные установки. Это дело все трескается. Со временем, как видите, шумка родная отходит. У меня на Mitsubishi Lancer на CEDI. Все так же отошло. Все я отковырял. Мне приходится ставить новую шумку. Здесь проводка. И такая имитация маленькая для ручки. Чтобы закрыть. Такие же механические регулировки и для пассажира. За исключением регулировки по высоте боковые подушки безопасности. Вещевой бокс и динамики аудиосистемы. Бардачок. Принудительно нельзя закрыть на ключ. Довольно вместительный. Кстати, есть даже книжка. Руководство по эксплуатации. Шикарная Honda. Интересная как внутри, так и снаружи. Для настоящего ценителя японских автомобилей. Во главе угла здесь стоит управляемость. Это основной, главный плюс этого автомобиля. Он рулится намного круче своих японских одноклассников. На этом обзор Honda Civic 2004 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok